Как можно вообще для ребенка сделать такое расписание? Приложения, которые использует школа, прикольные. Учительница разделила класс на две группы, львы и тигры. Поклонение американскому плагу, ладно, бог с ним. Ходят какие-то слухи уже, что школа попытается открыться в ноябре. Всем привет, вы на канале Олеся Винклер, и сегодня такое спонтанное видео о том, как сейчас организованная дистанционная школа в Калифорнии. Поэтому, если вы мама, и вам интересно, как сейчас дети учатся в школах Америки, смотрите это видео до самого конца. Начнем с того, что в этом году мой старший ребенок Антоша, которому 5,5 лет, он впервые пошел в американскую школу. Начиная с 5 лет, американские дети уже идут в официальную школу, и это называется киндергарден, вроде бы звучит как садик, но на самом деле это равно примерно подготовительному классу начальной школы. До последнего момента в Америке, в штате Калифорния, было непонятно, когда откроются школы и в каком формате они откроются. Трамп тоже был очень недоволен, что Калифорния не хочет школы открывать, потому что он говорил, что уже вируса нет, детей вирус не атакует, это все специально делают для того, чтобы подорвать его победу на выборах. Но в конце концов губернатор Калифорнии, как и во многих других штатах, решил, что все же открывать школы небезопасно, школы не готовы, и поэтому, собственно, 26 августа школа открылась в дистанционном формате. Накануне, реально за день до старта школы, 25 августа, я подъехала на кампус школы, забрала для ребенка iPad, несколько учебников, и уже на следующий день началась школа. На первой неделе учебы я была абсолютно заструсована и просто даже не знала, как вообще это можно пережить. Списание ребенка 5,5 лет было построено таким образом, что с 8.30 до 12 дня он должен сидеть за iPad, слушать учителя по Zoom и делать какие-то периодические упражнения. Постоянно нужно было переключаться и Zoom на другие приложения ребенка переводить. В общем, я была в стрессе, ребенок просто периодически отползал куда-то и плакал, и говорил, что он не хочет, ему скучно, не может понять, что от него хотят. Как можно вообще для ребенка сделать такое расписание? Спустя неделю учительница, видимо, получила, я так понимаю, много отзывов от недовольных родителей и внесла определенные коррективы в систему. В Америке группы детей любят называть различными названиями животных, поэтому учительница разделила класс на две группы, львы и тигры, и немножко изменила расписание таким образом, чтобы в одно время львы подключались к Zoom и как бы они проводили час времени с учителем, в то время как тигры делают свои задания по приложению. А в следующую часть времени, соответственно, тигры подключаются к ней к Zoom, в то время как львы делают свои упражнения по приложению. Вот этот подход однозначно облегчил учебу и мне, и ребенку, потому что теперь наше расписание выглядит примерно так. С 8.30 до 9 утра идет обязательный блок, когда все дети должны подключиться к Zoom, подключается учитель, они все видят друг друга. В принципе, я бы сказала, что это абсолютно бесполезные полчаса. Все здороваются друг с другом. Привет, привет, как дела? Привет, Бейли, привет, Джексон, привет, Энтони. Учительница показывает им календарь. Ну, в общем, такая тягомотина на полчаса. Но учителю важно, чтобы был вот этот момент общения между учениками, и поэтому как бы это обязательная часть программы. Кроме этого, естественно, там все прикладывают руку к сердцу, что-то типа гимна в честь Америки говорят. Я уже помню, это еще 16 лет, когда я была в Америке, поэтому не удивилась, когда увидела это поклонение американскому плагу. Ладно, бог с ним. В 9 часов утра непосредственно начинается образовательная часть. Вот эта первая часть задания обычно посвящена английскому языку, то, что они называют как бы English Language Arts, то есть фонетика, алфавит, первые там попытки чтения и какое-нибудь рисование. В 9 утра первая группа с учителем подключается, ну, вернее, продолжает оставаться на Zoom и слушает учителя в течение 45 минут. В это же время вторая группа просто идет в приложение и делает задания, которые учитель заранее прислал родителям. В 9.40, соответственно, происходит перестановка. Вторая группа подключается к Zoom и слушает учителя, а первая группа уходит в приложение делать задания. После этого с 10.15 до 10.45 есть 30-минутный перерыв для того, чтобы дети покушали, порезвились там, вышли подышать воздухом. И в 10.45 начинается вторая образовательная часть. Таким же образом, когда первая группа находится с учителем, вторая делает домашние задания, и потом эти группы меняются наоборот. Этот подход однозначно лучше. Первые недели, когда дети сидели непосредственно практически все 3,5 часа перед iPad'ом, потому что теперь сессия непосредственно с учителем по Zoom'у для ребенка составляет примерно 40 минут. Это выдержит гораздо легче, чем 1 час 15 минут. Кроме того, домашние задания, если очень сильно постараться, можно сделать быстро. Например, мы стараемся все это завершить с ребенком за эти 35 минут, положенные нам, и поэтому мы как бы идем на длинную прогулку, на практически часовую прогулку, потом возвращаемся и подключаемся к учителю уже на вторую часть. Понятно, что вся эта система, все это дистанционное образование тоже очень новое для Америки и особенно сложное для начальных классов, поэтому учитель, это приятно, что учитель держит постоянную связь с родителем. У нас были такие фидбэк-сессии, где можно было оставить свой отзыв. Учительница, честно, сказала, что ей никогда не было еще так сложно, как сейчас, когда она тоже должна учить детей по компьютеру и по iPad'у, поэтому она очень хотела бы вернуться в класс и учить детей традиционным образом, но выбора нет, таковы требования штата. Конечно, для родителей маленьких детей эта система тяжела тем, что, в принципе, приходится работать ассистентом учителя. Я вижу, что мой ребенок сидит перед iPad'ом и прекрасно делает задания, и ему даже нравится сидеть и заходить в некоторые приложения по учебе, но если только я сижу рядом с ним, потому что если я не сижу, не помогаю, не контролирую, чем он занимается, ничего не складывает. Еще одно изменение, которое школа и наша учительница внедрили на второй неделе обучения, было то, что они действительно поняли, что многие задания сложно делать на iPad'е, я думаю, что родители жалуются, что дети могут их делать, но только если родители постоянно помогают, что нужно делать, поэтому учительница сказала, что будут распечатки, какие-то листы, которые она будет нам передавать. Я думаю, что это правильный подход, потому что маленьким детям, естественно, нужно отрабатывать навыки написания и работы с реальной бумагой, а не с iPad'ами, и это здорово. Американская школа, как говорит мой муж, конечно, чрезвычайно амбициозно подходит к дистанционному обучению, потому что как-то подразумевается, что дети даже вот такого возраста будут сами сидеть на iPad'е, делать mute, mute, все подключать, и вроде бы как говорят, ну, не надо там с ним сидеть, вот все же я учитель, я буду их контролировать, и они там смогут что-то сделать. Я честно сказала учителю, что, ну, конечно, это не работает, я могу идти делать свои дела, но ребенок не будет делать ничего, и тогда непонятно, зачем вообще он сидит и тратит свое время, если он ничему не научится. Поэтому и пока моих нервных клеток хватает, я буду сидеть с ним и делать это задание, но в реальности, конечно, это съело все мое утреннее время, которое раньше я сразу же тратила на там съемку своих видео, на другие проекты, на другие дела. Теперь с полдевятого до двенадцати по факту я нахожусь своим ребенком и учу его. Я считаю, что наша школа американская хорошо подготовилась к этому дистанционному обучению, написали очень много памяток, постоянно шлют всякую информацию о том, как можно улучшить учебу детей, чему можно помочь. Среди рекомендаций основные это подготовить ребенку рабочее место, чтобы ему там было тихо, светло, комфортно сидеть, приобрести для него наушники для айпада, убедиться выставить расписание таким образом, чтобы к началу старта школы ребенок был уже одет, накормлен, готов, чтобы у него было расписание. Это все, естественно, помогает сделать процесс похожим на учебу в обычной школе. Я также вижу, что приложения, которые использует школа, они прикольные, многие из них интересные. Конечно, они нравятся ребенку, часть из них похожа на мультики или содержат какие-то элементы анимации, поэтому ребенку хочется заниматься с айпадом, ему, во-первых, приятно, что это его айпад, это уже его геджет, и он знает, что там что-то для него прикольное. Минусом в учебе с этими приложениями, особенно на первой неделе, было то, что было видно, что школа попыталась внедрить вот много разных приложений в образовательный день, то есть нужно было идти то в одно приложение, то в второе, то в третье, часть из них не грузились, часть из них требовали других паролей. Более того, существует такая проблема перегрузки, то есть когда вдруг в 10-15 всем родителям нужно одновременно идти в это приложение, оно зависает, и в него невозможно попасть. То есть вот эта часть была проблематичной, и я думаю, будет здорово, если действительно часть домашней работы будет просто по обычным тетрадкам, а часть заданий останется в приложениях. В принципе, чем меньше приложений, тем, конечно, проще. Ну и замечательной новостью от нашей школы явилось то, что мы сделали запрос нашему директору, можем ли мы уехать в Москву на месяц с обещанием того, что наш ребенок будет учиться оттуда. Это будет немножко странная учеба, потому что нам нужно будет подключаться к Зуму полседьмого вечера и учиться примерно до 10, но мы готовы. И приятно, что директор пошел нам навстречу, сказал, что реально в обычной жизни, конечно, нас бы никто не отпустил, но поскольку сейчас учеба онлайн и как бы школа пока не возвращается в обычный режим, мы как бы можем уехать, да, с гарантией того, что мы будем продолжать учиться и делать домашние задания. Это здорово. Относительно планов того, когда все же, когда калифорнийская школа для нас откроется в обычном режиме, много неясностей. На прошлой неделе учительница вообще сказала, что школы вроде как планы по открытию не раньше весны 2021 года. Наша челюсть с мужем так просто быстро отвисла, потому что, ну, мы что-то реально удивились. Мы надеялись, что все же, может быть, школа откроется к концу года или к началу 2021 года. Но, с другой стороны, уже на этой неделе учительница сказала, что все же ходят какие-то слухи уже, что школа попытается открыться в ноябре, потому что надеются, что ситуация будет поспокойнее, и будут предприняты какие-то попытки открыть школу для детей в обычном формате, может быть, хотя бы с условием их нахождения в школе 2 или 3 раза в неделю. Поэтому ситуация по-прежнему неясная, очень непонятная, и, в общем-то, настраиваемся на то, что учиться в таком режиме мы будем еще долго. Надеюсь, что это видео было вам интересно. Напишите мне, пожалуйста, в каком формате работает ваша школа, и в каком городе, и в какой стране вы проживаете, и вообще, как вы справляетесь, когда ваши дети учатся дома. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры подогнали Симон.